МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости пятницы. В ближайшие минуты. С вами Артемий Заварзин. Добрый день. И вот о чем мы с коллегами расскажем прямо сейчас. Рекоператор по обращению с ТКО встретился с Общероссийским народным фронтом. О чем говорили? Душа неизъяснимая. Лауреату Абрамовской премии «Чистая книга» известному писателю и нашему земляку Владимиру Личутину 80. Более 90 сотрудников, которые вкладывают душу в каждого воспитанника, Няндамская спецшкола организовала большой концерт. По какому случаю? Итак, рекоператор по обращению с ТКО провел встречу с Общероссийским народным фронтом. Что стало поводом, расскажет Наталья Пулина. Двум месяцем работы рекоператора оценку давать пока рано. Но высказывать предложение нужно обязательно. С такой ноты началось заседание, организованное Общероссийским народным фронтом. Заместитель министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса отметил, что реформа системы обращения с ТКО дошла не до каждого населенного пункта. Поручено было региональному оператору совместно с органами местного управления на нашем недавнем заседании рабочей группы до 1 апреля разработать план мероприятий по вхождению во все населенные пункты региона. Такой план мы к 1 апреля ждем. Дорожную карту уже готовят, заверил рекоператор. В своем докладе директор «Экоинтегратор» не скрывал – проблемы действительно есть. В их числе недавняя ситуация с полигоном в Котласе, вывоз мусора с островных территорий, вопросы от представителей бизнеса. Не обошли стороной и организацию раздельного сбора мусора. Сегодня эта тема особенно так зазвучала в связи с открытым письмом наших партнеров Архангельского мусороперерабатывающего комбината о том, что они сворачивают деятельность в организации раздельного сбора. К обсуждению поправок в терсхеме и работе регионального оператора присоединились представители муниципалитетов, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и антимонопольной службы. Ведь результаты любой реформы можно увидеть только тогда, когда все действуют сообща. Дважды лауреата Абрамовской премии «Чистая книга». Известный русский писатель Владимир Личутин сегодня юбиляр. Ему 80. Он удивляет, потрясает, заставляет и помогает думать о его повести и романы для многих, как настольные книги. О земляке, уроженце Мизени Владимир Личутиня наш материал. В пустующем сейчас доме гуляет только ветер, а когда-то первые в жизни шаги делал будущий известный писатель. Большая семья, мамы и четверо детей ютились в небольшой комнате. Скоро здесь хотят открыть Личутинский музей. Хорошее дело, говорят земляки, но Личутин уже воздвиг себе нерукотворный памятник. Книга «О душа неизъяснимая» Владимира Личутина, можно сказать, что является энциклопедией нашего поморской жизни. Этот роман принес Личутину большую популярность, но не менее любимы десятки других его произведений. В Мизенской районной библиотеке оформлена книжная выставка «Золотое слово писателя» Владимира Личутина. Недавно Владимир Личутин был в Архангельске на вручении премии «Чистая книга». И мы очень рады были получить из его рук с нашими земляками его очередную книгу. Издание «Роман газета». Владимир Личутин уже во второй раз удостоен Абрамовской премии «Чистая книга». Первую получал в 1999 году за роман «Раскол». Впервые в современной литературе писатель обратился к теме русского религиозного раскола. Много писал о сохранении мира, обращаясь к жизни деревни, используя материалы фольклорных экспедиций, в которых участвовал сам. Владимир Личутин пишет о таких же людях, деревенских, простых. Он и в 80 лет неутомим и обеспокоен тем, что 21 век тоже стал для общества раскольным. Самая беда в том, что кончается эра слова, время слова, то есть кончается время Христа. Доступает время цифры, а цифра – это дьявол, бес. И почему не хотят книг-то читать? Их трясет при виде книги, детей трясет. Им отвратительна книга. Но для читателей всегда открыта солнечная тропа писателя Личутина. Одноименный документальный фильм режиссера Клавдии Хорошавиной будет показан в Мизенской библиотеке 15 марта. Артемий Заварзин, Николай Акулов, Регион 29. А в честь еще одного юбилея, 500-летия Антониева-Сийского монастыря, Центробанк выпустил памятную монету. Она серебряная, номинал 25 рублей. Монета станет частью серии «Памятники архитектуры России». На лицевой стороне государственный герб, наоборотное рельефное изображение свято-троицкого Антониева-Сийского монастыря. Тираж – тысяча штук. Как сообщает пресс-служба Банка России, также выпущены памятные монеты, которые пополнят серию «Оружие Победы». Они не драгоценные, и номинал такой же – 25 рублей. Еще один юбилей – Няндамской спецшколе-интернату 25. В общеобразовательном учреждении для подростков с особенностями здоровья дату отметили концертом. Анна Рязанова побывала на празднике. Они дают клятву верности юно-армейскому братству. В ряды движения впервые принимают воспитанников Няндамской спецшколы. Для ребят – двойной праздник. Интернат отмечает 25-летний юбилей. В честь этого – праздничный концерт. В Няндамскую спецшколу ребята с особенностями здоровья, как правило, приходят в 11-12 лет. Три первых месяца пребывания в интернате – адаптационный период. Знакомство с преподавателями и сверстниками. Затем время коррекционно-развивающей и трудовой работы. Мы стараемся как можно лучше понять ребенка, узнать его, понять его перспективы, понять возможности его способностей и максимально их развить. С ребятами постарше – профориентационная работа. Педагоги интерната считают, куда важнее всего этого – создать для трудного ребенка комфортную среду. Для этого здесь активно применяют различные арт-терапевтические техники. Особое внимание дополнительному образованию. В школе работают мастерские творческих идей, музыкальная студия. Дети активно занимаются спортом. Есть в интернате компьютерный кабинет. Подростки оттачивают навыки в столярной, швейной мастерских. Есть здесь даже уроки обувного дела. Сегодня в школе более 90 сотрудников, которые вкладывают душу в каждого воспитанника. В школе трудятся логопеды, психологи, инструкторы ЛФК, врач-педиатр, фельдшер и медсестры. Анна Рязанова, Александр Зуев, Регион 29. Такие новости к этому часу я не прощаюсь.